Так, мы говорим об инкапсуляции. Инкапсуляция в классическом понимании это скрытие реализации, чтобы извне она была недоступна. Ну, грубо говоря, это наши всем известные private, protected и public методы. В каждом языке это реализовано абсолютно по-своему. Не всегда общепринятый формат private, protected и public используется. Например, в версии PHP еще четвертой, у нас не было объявления методов, насколько я помню, private, protected и public они все были просто пабликами. То же самое и в JavaScript. Если у нас есть метод, он всегда доступен у объекта. Ну, можно делать скриптовую реализацию с помощью замыканий. Либо же просто программисты начинают как-то называть методы, например, с нижнего подчеркивания, для того, чтобы дать другим разработчикам понять, что метод для внутреннего использования, это все инкапсулированный private, ну, либо protected. Что извне его лучше не вызывать. С минорными обновлениями реализации он может меняться, либо он вообще может пропадать. То есть удалить его на убит. Что же касается Ruby, там классический подход. Мы можем объявить методы public, private и protected. По умолчанию все методы public. Ну, вот в чем же разница между private и protected? Это значит, что он доступен только в том классе, в котором он объявлен. И, по идее, в дочерних классах его вызвать должно быть нельзя. Ну, и, соответственно, извне, как public метод на инстансе, если это метод инстанса, его тоже вызвать должно быть нельзя. То есть мы должны получить exception. И в классическом понимании промежуточный вариант это protected. То есть его тоже, извините, вызвать нельзя. Но у родителя, родительский protected метод в своем классе можно вызывать. Ну, в Ruby, не знаю, в какой версии, но по сегодняшний день он будет опять уже последнее. Protected работает ровно так же, как и private. И на собеседованиях многие... Ну, ее сразу же в чем разница между protected и private. Ну, и, соответственно, пабликам все начинают рассказывать классическую реализацию данного подхода. Который только что объяснил. И когда спрашиваешь, а как же все-таки в Ruby, то есть два варианта, говорят, три варианта даже. Говорят, что работает. Как и описано, protected и private. Вторые говорят, что раньше так неправильно работало, но сейчас у спасения версии уже пофиксили. Вот каждый раз выходит новая версия. Я говорю, ну что там, до собеседования какой человек? Ну что там, как дела с интенсуляцией в Ruby? Вот спасение пофиксили, вот проверял. Ну, бывает, не всегда я там спасение версии в Ruby работаю. Думаю, да, ну, наверное, действительно пофиксили, ну раз человек сказал. А потом проверяю, а не пофиксили. Потому что если такое дело пофиксят, то много старого кода в темах, которые, там, старое БО, оно все просто ляжет, если захотят обновиться в следующей версии в Ruby. Ну, соответственно, в Ruby все равно можно вызывать извне. Ну, есть способы, да, там через send private и protected, но прямым способом, через точку и название метода, это все равно недоступно. Вот мы и саму реализацию сейчас приедем в офис, посмотрим. Переходим к вопросу инкапсуляции непосредственно с рабочей машины. В итоге мы имеем два класса. Первый родительский класс, юзер, у которого есть инициалайзер, конструктор, который принимает два параметра first name и last name, и, соответственно, объявляет два метода приватных для доступа к instance переменам, first name и last name. Имеем течерний класс, который наследуется от родительского класса юзер, назовем его админ, и реализуем в нем один метод для примера. Это full name, который является конкатенацией строк, first name, пробел и last name. Соответственно, в конструктор админа мы передаем bob.smith, и на выходе, что же мы должны все-таки получить. В данном случае, как я и уже говорил, есть у нас приватные два метода first name и last name, и мы их пытаемся вызвать в нашем дочернем классе. Таким образом, из общепринятого подхода должен у нас быть exception, так как мы пытаемся достучаться до private методов нашего родителя. проверим на rubacop, наш файл, который в принципе reversing fine, и пытаемся теперь его запустить. и тем самым мы получаем bob.smith, то есть особо без никаких проблем мы получили доступ и получили нормальный вызов private методов в нашем child классе full name. Что же будет, если мы переделаем эти два метода first name и last name в родительском классе на protect? Соответственно, не изменится у нас абсолютно ничего, так мы и получим bob.smith. В данном случае у нас protected и private работают абсолютно одинаково. Но что же у нас меняется, если мы будем все-таки использовать приставку cell? Достаточно, конечно, примеров. На одном методе мы будем вызывать их обои. Как вы видите, уже среда разработки это все дело поощркнула по одной простой причине, потому что по rubacop мы перестали проходить валидность, потому что он советует не использовать cell в точку перед вызовом метода. И возвращаемся к нашему варианту с protected. Мы его вызываем и получаем bob.smith. Получаем хороший, правильный ответ. Но если мы переделаем все это дело на private, вот таким образом мы получаем exception, попытка достучаться до private метода. То есть теперь у нас с селфами работает все в принципе как и нужно. Так и принято в классическом подходе. Но rubacop советует нам все-таки избавляться от селфа. И таким образом мы начинаем уже использовать возможность скипать разницу между private методами и protected методами. Вот такие вот у нас в ruby дело. И заодно рассмотрим пример инфляции в JavaScript, пример которого я приводил. Имеем у нас объявленный класс user, пользовался старым esmoscript-катым подходом, который также само у нас имеет конструктор, который принимает два параметра firstName и lastName. И у него объявленный метод fullName, который является конкретизацией firstName, пробела и lastName. Соответственно в консоль логи мы должны получить fullName.boltsmith. Что в принципе мы и получаем. Но какая проблема из-за отсутствия как таковой прямой инкапсуляции в JavaScript. Если мы потом где-то в коде, имея доступ к этим переменам firstName и lastName, ее где-то переопределим. И таким образом у нас поменяется наш fullName. Как же сделать эти поля private? Один из вариантов, который я говорил, как бы декларативный подход. И использовать нижнее подчеркивание, что другие разработчики в принципе понимали, что это метод либо поле для внутреннего использования и внутренней реализации, инкапсуляции каких-то данных. И извне соответственно мы все равно сможем ее физически переопределить, но уже примерно понимая, что только через использование Underscore'а, сбившись такого результата, так сказать, сразу предупреждаем. Разработчики, которые реализовывали данный класс, предупреждают, что если вы что-то меняете, то меняйте на свой страх и риск. Как же все-таки программно, так сказать, не дать такую возможность? Все на самом деле очень просто, с помощью замыканий в Java скрипте. Создаем у нас с помощью функции область видимости. Функция, которая будет вызывать саму же себя, соответственно вызывать саму себя, она должна что-то нам отритернить. И user теперь объявляется у нас в X. объявляем у нас в user-class. И саму реализацию мы утерем все отсюда. И вернуть мы соответственно тоже можем будем в user-class. И не забываем про наш прототипный метод. Таким образом данная реализация должна не столько у нас поменяться. Включаем BobSmith. И соответственно даже в данной реализации мы имеем возможность достучаться до наших полей через нижнее подчеркивание и ее переопределить, к примеру, на G. И это у нас очень отлично получается. Теперь делаем вариант с инкапсуляцией. Так как мы находимся в области видимости данной функции, мы можем наше поле заинкапсулировать. FirstName и FirstName. Таким образом в объявлении этой функции по замыканию мы будем иметь доступ к этим переменам. И мы ими воспользуемся для присваивания к ним значений. Соответственно данная функция, так как она находится тоже в этой общей области видимости нашей функции обертки, мы их будем использовать для получения нашего FullName. с помощью комплектинации FirstName, пробела и LastName. Таким образом мы получаем BobSmith. И таким вариантом мы себя обезопасили, потому что каким-то образом кто-то захочет у нас переопределить FirstName. Соответственно у него это не получится, потому что такого поля у нас нет. Ну в данном случае мы в объекте просто его сразу задали, потому что можем за воскресенье какое угодно название нашему полю придумать и задать ему значение. Но мы не приобрели переменные для внутренней нашей реализации. Таким образом мы обезопасили свой код не просто декларативным стилем, то есть нижним подчеркиванием, хотя здесь его тоже можно использовать, если кто-то внутрь влезет в наш класс, чтобы понимать, где мы что используем. Вот таким вот подходом с помощью замыканий все равно мы можем добиться инкапсуляции данной пиджава-скрытия. И для чего же все-таки нужны Private Improtected в Ruby, если они делают одно и то же, грубо говоря? Может разными способами внутри реализация объявления метода Private Improtected она может отключаться, я этого не знаю, в исходнике не смотрел, никакой мембровень хорошее владение Ruby. Ну, как с точки зрения пользователя, каких вызывать Private Improtected, они в принципе одинаково себя показывают. Ну, в чем же на самом деле разница? Ну, вообще некоторые не используют инкапсуляцию, все в паблик просто пишут, и потом догадываются, что этот метод извне, я просто никогда использовать не буду, если это там Jun пишет, там он один на проекте. Вот. Ну, в чем смысл вообще инкапсуляции? В разработке, в чем помогает, даем от того, что мы метод прячем. Все у нас будет окей, никто его не будет трогать, но для меня в первую очередь, да, если метод Private мы его спрятали, или другой разработчик его спрятал, я захожу менять код, то есть там рефакторить, я смотрю, что нужно в этом методе что-то изменить, там, для моей новой фичи, либо баг фикса. Я обращаю внимание, что метод Private, значит, можно не бояться менять. Вот. Потому что если он будет в паблике, что-то поменял, где-то может поломаться в других местах, потому что извне он, в принципе, и доступен, ему не только здесь могут вызывать. Соответственно, Private не изменяешь, и не боишься, потому что он капсулирует. Ну, так как Private себе ведет то же самое, как и Protected, просто стоит пробить еще в дочерних классах, что там с этим методом происходит, где он там вызывается. На Private, так как он недоступен обычным способом через точку названия метода, понятно, через сент его можно достать, то по подходу, который я использую при написании тестов, так как Private методы – это внутренняя реализация, которая может часто меняться, либо удаляться, написание тестов как бы необязательно. То есть, оно отсутствует, только на паблик тесты я пишу, там доступный извне интерфейс, на внешний интерфейс. с Protected там ровно то же самое. Есть Protected, и тест на него не пишут. Но какая же разница между Private и Protected, и почему в Ruby все-таки стоит их использовать, даже не важно, как они работают. Во-первых, это декларативный подход, написав метод, назвав его Protected, вы сразу даете знать разработчику, что он используется в дочерних классах. То есть, он у вас там вызывается. Поэтому, если даже вы там вызываете у себя метод родителя, и он у вас Private, ну, соответственно, мы его можем тоже дергать, хотя по общепринятому и описанному везде подходу это нельзя делать. Ну, так как язык это разрешает, то стоит просто метод взять, перенести в Protected зону, где мы объявляем Protected методом. Тем самым, вы будете информировать других программистов, что метод для использования еще не извне, но в дочерних классах. Либо вы готовы к тому, что он будет в дочерних классах, тоже использоваться. Поэтому Private и Protected пройдется равно точно такая же, как в JavaScript, где если мы бы методы называли последнего подчеркивания, тем самым говорят другим разработчикам, что этот метод для внутреннего использования, то есть он Private. Как бы он не является Private, но и все называют Private. Начинается с Underscore, значит Private. Вот так, поэтому, не важно, как работает, нужно соблюдать нормы, общепринятые подходы в описании. Пока.